А когда в школе училась, где-то в восьмой класс, к нам пришел новый учитель. Он закончил веду университет и приехал в нашу деревню, и преподавал у нас английский и русский язык. И так интересно он рассказывал, там он мог иногда полурок рассказывать о своей студенческой жизни. И я вот помню, мы его так любили, не только там урок проводил, но еще вот эти истории нам нравилось слушать. И как-то он рассказал про бомжам. Когда он шел с магазина, он встретил бомжа, остановился, начал у него расспрашивать, что с ним случилось. И вот он эту историю нам рассказал. Вот эта история так меня впечатлила. Вот я захотела тоже пообщаться с действительно реальным бомжом и узнать, как они общаются. Я не знаю, почему у меня такое желание внутри было. В том году, полгода назад, наверное, летом мы ходили с семьей в кафе. И до этого мы уже бомжей встречали с детьми. Я когда проходила мимо, я всегда вспоминала эту историю. Ассоциация, видимо, такая осталась. Я никак не могла остановиться и поговорить. Или они пьяные, или они такие там несколько человек. Вот не было такого случая, чтобы я смогла остановиться и как-то пообщаться, что-то там помочь им. Как-то вот душе у меня было вот такое. Тот еще учитель, он с ним пообщался, он все продукты, которые он купил в магазине, он ему отдал. Вот эта история для меня тоже, этот момент, что он отдал ему. Он еще говорит, я, говорит, деньги его отдала, я понимаю, что он деньги может пропить. А вот когда продукты, я, говорит, отдал, мне так хорошо стало. И вот как он это с таким добром рассказывал, да, вот это ощущение у меня осталось. И я тоже так же хотела помочь, пообщаться и помочь. И тут в кафе посидели с семьей. Муж у меня остался, мы с детьми пораньше вышли. Мы вышли, а там один, около кафе один бомж сидит. Он и не пьяный, он такой нормальный. Я смотрю на него, я говорю, ну я хочу с ним пообщаться. Вот у меня прям в голове. И я начала там расспрашивать у него, как у вас дела, как вы попали вот сюда, где вы живете. Он мне рассказал, как он жил в деревне, его жена выгнала из дома. Я говорю, а почему выгнала? А он говорит, я, говорит, пил, он это вроде понимает. И вот, говорит, она меня несколько раз выгоняла. Я, говорит, в один день взял, купил билет на автобус и вот приехал в Челны, получается. А обратно, говорит, не могу поехать. Я понимаю то, что она меня не пустит. Я говорю, у вас дети есть? Да, говорит, у меня дочка есть. Я, говорит, так стучаю по ней. А почему, говорю, не поедете? Ну, не знаю, вот как-то. А где вы живете? Ну, где, получается, то в подъездах ночую, то у друзей. И это дети же рядом мои. Они все это слушают. У нас в руке у дочки остался десерт. Она просто одну ложку только взяла. А я говорю дочке, давай, говорю, мы ему дадим. У нас же ничего нету. Хотя бы он, он же и такой, может, и не пробовал. Давай, говорю, мы ему это дадим. Дочка сразу, давай, давай, а не ем. Но у нас ложки не было. Мы это отдали, попрощались с ним, да. И обратно идем. Я говорю, Казан, а с чем он будет кушать это? А дочка, оказывается, зубочистку взяла. Взяла зубочистку. Они им говорят, у меня зубочистка есть. Давай, говорит, ему дадим. Я говорю, ну да, мы же тризовцы, да. Давай, говорю, но все равно как-то сможет, надеясь. Ну, что было, то и дали. Я помню, мы в машину сели. Я смотрю, как он это открыл. И вот этой зубочисткой он тихонечко это все кушал. Да, у меня прям до сих пор это ощущение то, что, ну вот то, что мы вроде бы вот такая мелочь, да. И человек с такой любовью, с таким этим, этой зубочисткой каждую эту ел. Дети мои тоже видели это все. И для меня это осталось в душе такая. Мне было хорошо-то, но и жалко вроде, но и вот что я хотела, я вот сделала. Встретилась, поговорила и как-то помогла, как могла. Дети тоже это запомнили. Они иногда физически вспоминали эту историю. Иногда мы думаем, что людям надо помогать глобально, да, как-то там. А на самом деле, вот душа же говорит, и надо прислушиваться, получается. Вот иногда такие случаи возникают, да, и надо прислушиваться к себе. И надо такие случаи не упускать, не бояться людей, если даже, вот детям тоже, вот я рассказала, я говорю, ну, если даже он бомж, он же человек, он же ничем от нас не отличается. То есть, что Всевышний его создал, ну да, у него меньше возможностей, чем у нас. Да, он не использовал какие-то возможности, на то и были причины. Мы там размышляли очень долго по этой теме. Я говорю, вот он ночует в подъезде, а мы живем где? Мы, как бы, у нас и крыша над головой, все есть, еда. Вот мы с кафе вышли, а он даже в кафе не может покушать, да. У него нет такой возможности, такие десерты кушать. Я говорю, вот Всевышний как нас любит, да, Аллах Тааля. И поэтому надо благодарить за все то, что у нас есть, и сделать от себя зависящее. Вот детям я уже это, как бы, мы очень долго по этому поводу разговаривали. Субтитры создавал DimaTorzok